Да, давно не виделись и правда. Прежде чем вышел этот ролик на основном канале, я уже делился новым контентом у себя в Телеграме, так что ссылки в описании, проходите, будьте в курсе и на связи, если нравится мой контент. Ну а за подробностями в описании к видео. В том году на канале вышел огромный ролик с пересказом всего сюжета Destiny и Destiny 2. Да, вот прям всего. Судя по отзывам, ролик вам понравился и помог многим игрокам быстро и комфортно вспомнить, что там происходило в Destiny за эти годы до дополнения Королева-Ведьма. И вот теперь, когда еще один игровой год Destiny 2 подходит к концу, пора бы мне вновь собрать воедино все основные сюжетные истории и вспомнить вместе с вами, что произошло в мире игры, как развивался сюжет и менялись персонажи от выхода дополнения Королева-Ведьма и до грядущего DLC Конца Света, которая выйдет 28 февраля. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. История Королевы-Ведьмы начинается спустя некоторое время после событий сезона исчезновения, который закончился ритуалом изгнания червя Саватун и ее последующим побегом из города грез. Икора и ее тайные люди высаживаются на Марсе, который вновь появился почти через год после исчезновения из-за прихода тьмы в нашу Солнечную систему. На поверхности планеты появились странные разломы, через которые виднеются миражи того, какой планета была в прошлом, когда люди колонизировали ее и выращивали здесь урожай. Вместе с Икорой на Красную планету прилетает и Эрис. Какое-то время они исследуют место, названное Анклав, в надежде, что оно сможет пролить свет на происходящее. В это время в небе появляется огромный корабль, принадлежащий Саватун. Икора поручает Стражу проникнуть на корабль и выяснить, что задумала Саватун. На корабле Страж сражается с бойцами Улья и позже вступает в непростую схватку с рыцарем Улья, который, судя по всему, владеет светом. После его поражения на месте гибели появляется призрак и оживляет рыцаря, заставляя Стража уничтожить призрак Улья, чтобы остановить бой. Через портал Страж попадает в тронный мир Саватун и находит некую реликвию, которая, похоже, сделана из того же материала, что и корабли Пирамиды Тьмы. Саватун обнаруживает Стража и нападает на него. Чудом удается спастись и телепортироваться обратно на поверхность Марса, чтобы сообщить Икоре шокирующую правду. После разговора с Икорой, Стражи отвозят найденную реликвию в Анклав и обнаруживают, что могут создать оружие на основе памяти реликвии с помощью Сил Тьмы. Несколько позже Икора отправляет Стражей обратно в тронный мир Саватун для дальнейшего расследования, где они встречают сомнительного союзника по имени Финч. Финч призрак Улья, но он разочаровался в идеологии Улья и считает, что Саватун взращивает носителей света Улья по каким-то скрытым, личным мотивам. Он также сообщает нам, что призраки Улья на самом-то деле являются настоящими призраками. Они были теми, кто не смог найти Стражей для воскрешения, и их заставили поверить, что они нашли свое предназначение с Ульем. Финч рассказывает Стражу о храме Зиву-Арат в тронном мире, где хранится оболочка мертвого призрака Осириса Сагиры, которая, по его мнению, имеет какое-то отношение к дальнейшим планам королевы-ведьмы. Они забирают Сагиру из храма и слышат эхо голоса Саватун, произносящую какое-то имя. Икора предполагает, что Страж мог использовать ту же силу, что и на реликвии для того, чтобы узнать, что видела Сагира перед смертью. Они видят видение, в котором Саватун говорит о Свидетеле, который, по ее словам, не является тьмой как таковой, а скорее существом, владеющим ею как материей. В целом, Саватун сама не служит Свидетелю и, в общем, не является его союзницей. Страж и Икора также узнают больше о пространстве в прошедшем плане Саватун украсть тело Осириса. Главная цель той затеи – подобраться к Икоре, чтобы узнать больше о Свете. Финч узнает о местонахождении другого храма, посвященного Ориксу, и подозревает, что они могут найти еще одну подсказку для раскрытия планов Саватун внутри. В храме Страж находит часть скрижалей скорби, которые Орикс написал и использовал для создания одержимых. Страж и Призрак используют силу памяти, чтобы увидеть еще одно видение, в котором Саватун рассказывает о скрытой силе, заложенной в скрижалях, которую не видел сам Орикс. Она называет ее силой Свидетеля, то есть способностью перемещать планеты из одной реальности в другую. Становится ясным ее план – предложить страннику безопасное убежище в пределах ее тронного мира, укрыть его там от врагов, используя силу скрижалей для перемещения, и в дальнейшем укрыть его там навсегда. После раскрытия этого плана Финч обнаруживает последний храм, посвященный предыдущей сущности Саватун – Сатоне. Страж находит статую Сатоны и Червя, который предупредил ее о волне, накрывающей фундамент, родной мир Прота-Улья, и рассказал им о богах-червях. Взяв статую Червя, Страж обнаруживает, что не может просмотреть воспоминания о нем. Вернувшись к Икоре, они застают с ней командора Завалу, который затевает Сору. Завал расстроен тем, что вся эта операция произошла без его ведома, и говорит Икоре, что они должны быть одной командой. Икора пытается защититься, говоря, что им нужно было действовать быстро, но в итоге сама начинает сомневаться в себе, отмечая, что ее суждения затуманены и что ей следует повременить с расследованием. Эрис призывает Завалу дать продолжить их миссию, говоря, что она узнала от Марысов, что осколок кристалла, в котором когда-то была заключена Саватун, все еще хранится в ее тронном мире. Эрис считает, что в нем могут находиться знания о том, как Саватун украла свет. Завала отправляет стража отыскать осколок. От него они узнают, что Саватун на самом деле умерла после ритуала экзорцизма в городе грез. «И в эти последние мгновения я смотрю в небо. Привет, мой давний друг. Я долго выслеживала тебя. Сначала как враг, затем как коллекционер, а теперь, наконец, как проситель». Как там говорят стражи? «Преданность делает храбрым. Храбрость делает жертвенным. Жертвенность». Ну что ж... Ох, если после всего, что произошло, ты просто позволишь мне умереть. Ох, как хитроумно. Изящно. Неужели это всё? Если ответы есть, я его не слышу. Потому что мир начинает тускнеть. Славяга. Славяга. Однако некий призрак нашел ее останки и вернул ее к жизни, наделив светом и дав понять, что она одна из избранных странникам. Во время просмотра этого видения Саботун благодарит Стража за то, что он рассказал ее историю, поскольку она была воскрешена призраком, она сама не помнила своего прошлого, но видения помогли ей вспомнить свой план заточения странника. Затем она уходит и начинает свой ритуал. Получив новую информацию, Завала созывает собрание авангарда, на котором выражает недовольство тем, почему странник отдал свой величайший дар одному из их злейших врагов. Икора вступает в разговор и заявляет, что это не имеет значения и на их миссию защитить человечество никак не влияет. Она призывает остановить ритуал, чего бы это ни стоило, даже если это будет против воли странника. У нее возникает мысль, что статуя червя это вовсе не статуя, а самый настоящий окаменевший червь-фамильяр. Икора берет его с собой в анклав и старается увидеть видение через червя. Она узнает, что сестры Улья были обмануты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если мы его не опередим, самый хитрый мы расскажем про катаклизм. Напророчим ей великую троту. Мы взрастим в ней страх и гордость. Мы скажем... Юная Сатан... Конец близок... Великий катаклизм... Божественный волна... В небе ждет только смерть... Воспасение... Воспасение... Только... В глубинах... Веди свои сестер... Твоя хитрауля... Спасет их жизнь... А ты... Восстанешься... Королево-Ведьма... Веди свои сестер... Свидетель знал, что странник скоро может даровать свет расе Улья, что они будут избраны им, но он не хотел допустить этого и обманом через Саватун убедил сестер, что надвигается великий катаклизм. Икора понимает, что это меняет многое, что на самом деле Саватун имеет право на свет, равное нам, и вовсе не украла его. В этот момент Саватун уже затащила странника из последнего города в свой тронный мир и начала ритуал, чтобы запечатать его внутри. После ожесточенной битвы Саватун терпит поражение и вынуждена признать, что ей солгали. Умирая, она сообщает Стражу, что Свидетель приближается, и как она говорит, теперь все зависит от нас. Не его защитить. Но Свидетель близко. Все теперь в ваших руках. Победа или поражение. Только не говори, что я тебя не предупреждала. Свидетель Продолжение следует... Страж! Мне только что сообщили. Странник вернулся в последний город. Дело сделано? Саватун... Она мертва. Но её призрак скрылся. Хорошо. Удерживай позицию. Тайные люди придут, чтобы забрать останки. Отлично, Страж. Ты поступила правильно. Что дальше? Мы примем бой со свидетелем и предотвратим новый коллапс. Мы видели достаточно. Дети Солнечной системы умоляют спасти их. Ты обещаешь им жизнь, но даёшь только смерть. Как и многим, дай них. Давай. Хватит смертей. Хватит жизни. У тебя больше не осталось фигур. Игра окончена. Не надо бояться. Ключ в твоем время, наш сердце. В этот раз. Может, ты нет. События сезона Возрождения происходят в тесной связи с историей дополнения Королева-Ведьма, в ходе которых Страж сталкивается с Сияющим Роем, бойцами Саватун, владеющими Силой Света и способностью к воскрешению с помощью призраков. Когда Страж впервые прибыл на Марс в погоне за кораблем Саватун, он вступил в стычку с отрядами Кабал, которые пытались контролировать территорию на Красной планете. Эти Кабал принадлежали войску Каятль. Завала и Каятль встречаются и приходят к соглашению, что союз против Сияющего Роя – лучший вариант для наших народов. Рой активно действует во многих других уголках системы, например, на Земле в Европейской Мертвой Зоне. Там они уничтожают всех Стражей на своем пути и похищают их свет. Завала поручает Лорду Саладину оттеснить Улей. Саладин и Каятль разрабатывают план по использованию некоторых технологий Кабал по подавлению света, а также экстрасенсорных способностей псионов. План состоит в том, чтобы найти мощных представителей Сияющего Роя, подавить их световые способности, а затем захватить их, подвергнув психическому анализу, чтобы вытащить из них любую информацию о планах Улья. Страж отправляется в ЕМЗ для осуществления этого плана, и ему удается узнать, что Улей планирует провести наступление на космодроме, так что Авангарду необходимо захватить больше представителей Сияющего Роя, чтобы выведать дальнейшие цели. Несмотря на то, что план Авангарда в целом продвигается успешно, не все в городе и Совете довольны применяемыми методами. Ворон высказывает свои опасения Саладину, считая обращение с Ульем пытками и отсутствием всякого милосердия. Саладин соглашается с ним, но считает, что информация, которую они добывают, слишком важна, и что цель оправдывает средства. Он пытается объяснить Ворону свои аргументы, рассказывая о том, как в далеком прошлом он совершил акт милосердия, который, по его мнению, стоил жизни невинным людям. Ворон продолжает бороться со своими сомнениями по поводу операции и задается вопросами. Саладин продолжает пытаться наставлять Ворона, даже обращается к Псиону, отвечающему за экстрасенсорный допрос Улья, чтобы узнать его мнение. От него он узнает, что Псион тоже не любит оперировать безвольных объектов, но он все равно делает это из чувства чести и гордости за императрицу Каятль. Саладин предлагает Ворону также поговорить с Псионом, надеясь, что это поможет молодому стражу. Примерно в это время Псион как раз, наконец, извлекает планы Улья из разума одного из пленников, соответствуя которым Сияющий Рой планирует захватить силы Зиву Арат и призвать тронный мир Саватун на Луну. Оттуда они начнут полномасштабное вторжение на Землю с целью занять место существующих стражей под тенью Странника. Саватун на собственном опыте убедилась, что с помощью света можно перемещать объекты размером с планету, как она это сделала, когда затащила Странника в свой тронный мир. Так что очередные масштабные манипуляции с Луной были вопросом времени. Благодаря совместным усилиям стражей и Каятль, армия Улья была остановлена. Однако в ходе миссии Ворон прервал радиосвязь с собой, и никто не знал о его местонахождении. Спустя несколько часов Саладин находит Ворона в комнате, где псионы держали пленников Улья. Ворон решил поступить по совести и отключить машину психической манипуляции. Однако он не понимал, что это немедленно убьет всех пленников Улья, а также псиона Каятль, который руководил операцией. Императрица была в ярости, требуя жизнь за жизнь за эти действия Ворона. Тот принимает свою участь, отказываясь извиняться, так как все еще убежден, что поступил правильно. Завала же был готов биться с Каятль и поступиться их союзом, только бы не допустить гибели ни одного из своих стражей. Но вдруг Саладин вмешивается в спор. В последний момент он предлагает свою собственную жизнь, и Каятль после некоторого раздумья соглашается. Однако вместо того, чтобы убить его, императрица приговаривает Саладина к вступлению в ее военный совет пожизненно, фактически становясь членом империи Кабал, подчиненным ей. Саладин соглашается со своей участью, заявляя, что не позволит Завале разрушить созданный ими союз, поскольку он важнее для человечества, чем любой страж. Затем он покидает город с титулом браку с Саладин, позволяя Ворону жить. В начале сезона Видения мы узнаем, что корабль императора Калуса, Левиафан, вернулся в систему и расположился над Луной. Страж отправляется исследовать корабль и обнаруживает, что он наполнен кошмарами, которые порождает пирамида на Луне. С такими же кошмарами игроку приходилось сталкиваться во время событий дополнения Обитель Теней. По нашим предположениям, Калус пытался связаться с пирамидой, возможно, чтобы взять ее под свой контроль, ведь он твердо верит в силу тьмы. Исходя из этого предположения, Эрис опасается, что Калус пытается стать следующим учеником свидетеля. Эрис, которая знакома с кошмарами пирамиды, объясняет Завале и Каяталь, что кошмары питаются их самыми глубокими страхами и сожалениями, но она может использовать ритуал, чтобы обеспечить им безопасный проход на Левиафан. Ворон и Завала принимают предложение Эрис, но Каяталь отказывается, так как не хочет ничего общего иметь с магией Улья. После этого Эрис излагает план, заключающийся в том, чтобы провести некий ритуал, который может разорвать связь Левиафана и пирамиды. Ворон и Страж отправляются на корабль для начала миссии, как вдруг на Ворона нападает кошмар Ульдрена. Кошмар издевается над ним, заставляя его потерять самообладание, и ритуал оказывается сорван. Эрис объясняет, что для того, чтобы ритуал сработал, они должны смириться со своими кошмарами и принять их. Ворон пытается провести ритуал во второй раз, заявляя, что он принял то, что когда-то был Ульдреном, и принял всю ту боль, которую он причинил. Ворон оказывается способен изгнать кошмар и завершить ритуал, решив исправить ошибки Ульдрена. И на этот раз ритуал и впрямь прошел успешно, но он был лишь одним из многих этапов в разрыве связи Калуса с пирамидой. Завала участвует в следующей части ритуала и отправляется со Стражем на Левиафан. Он сталкивается с кошмаром о своей умершей жене Софии. София была смертной девушкой, хирургом в одном из лагерей людей, которую Завала встретил до того, как был создан последний город. Они полюбили друг друга и жили вместе в деревушке, где воспитывали мальчика-сироту по имени Хаким. Однажды на деревню напали падшие, и Хаким попытался защитить ее вместе с Завалой. Во время боя Хакий был убит падшими, и Завала винил себя в потере их сына. Хотя сама София не винила его, Завала не смог преодолеть свое горе, и в итоге оставил ее, чтобы вернуться к своей жизни Страже. В конце концов, София стала жить дальше, создала другую семью и умерла. Завала оплакивал ее много лет. Он оплакивал ее и по сей день, и все еще не может найти прощения за смерть Хакима. Из-за продолжающейся скорби о смерти сына, Завала не может завершить ритуал и вынужден отступить. После нескольких дней, придя в себя, Завала снова прилетает на Левиафан. Кошмар Софии нападает на него, мучая вопросами о том, как он может поклоняться Страннику, когда убийцы его сына, падшие, также почитают его за бога великой машины. Завала объясняет, что Странник не его бог, и продолжает говорить, что хочет, чтобы он и София исцелились вместе. Завала признает, что смерть Хакима не была его виной, и гордится своим сыном за то, что тот пытался защитить их семью. После этих слов, Кошмар отступает, и ритуал завершается. Еще одна связь Калуса с пирамидой оборвалась. Все это время, Каятль преследует призрак Гоула, и мысль о том, что ее отец обретает все большее могущество. В конце концов, она решает отправиться на Левиафан, чтобы сразиться с Кошмаром Гоула. Несмотря на то, что она сначала не участвовала в ритуале Эрис, Страж сопровождает ее, помогая сражаться с верными Калусу Кабал. Каятль же требует, чтобы Гоул встретился с ней в одиночку. Ей не удается завершить миссию, и ритуал не был проведен. Явившийся гей Гоул стыдит Императрицу за ее слабость и насмехается над ней. После этой неудачи, Эрис делится новыми сведениями от цели Калуса. Он не просто пытается установить связь с пирамидой, а и правда ищет пути захватить контроль над ней, чтобы служить свидетелю. Услышав об этом, Каятль все же принимает помощь Эрис и изгоняет Кошмар Гоула, признав, что союз с человечеством не являются признаком ее слабости. После ритуала Каятль, Эрис сообщает, что связь Левиафана с пирамидой была полностью разорвана, но она подозревает, что последний ритуал был проведен слишком поздно, и Калус все же сумел начать контролировать пирамиду. Она считает, что он все еще не полностью завершил слияние с ней и придумывает последний ритуал, чтобы отделить его от пирамиды. Ворон, Завала, Каятль и Страж отправляются на Левиафан и устремляются в тронный зал Калуса, чтобы противостоять императору. По пути Ворон и Завала получают ранения, и Эрис остается позади, чтобы позаботиться о них. Страж и Каятль настигают Калуса и начинают последний ритуал, но перед ними встают все кошмары, с которыми они боролись на Левиафане. Вдвоем им удается отогнать армию кошмаров и завершить ритуал, в результате чего Калус исчезает, сказав после этого несколько последних слов Каятль. Она объясняет, что Калус мертв и полностью отдал себя свидетелю, став его служителем. Эрис заявляет, что Калус, скорее всего, попытается вызвать второй коллапс, что свидетель уже близко и что это начало конца. Не смей. Калус, 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 Калус. Калус, 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 Калус. Где Калус? Мертв. Он отдал себя свидетелю. Мой отец погиб. Софи? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА События сезона добыча начинаются с того, что стражи помогают вернуть украденный груз дома спасения. На всякий случай напомню, что Дом Спасения – это та группа падших, которые присоединялись к тьме и использовали стазис. Несколько лет назад их лидер Эромис была главным антагонистом сюжетной кампании «За гранью света», которая закончилась тем, что она была заморожена стазисом, которым овладел впоследствии страж. С тех пор Дом Спасения оставался без лидера. Скиталец сообщает нам, что груз, который они взяли, был особенным. Страж сражается с падшими и обнаруживает, что грузом на самом деле был паук. Тот самый барон со спутанных берегов. В благодарность за помощь паук отдает скитальцу свой корабль, который сначала нужно отобрать у враждебных падших. Страж расправляется с большей частью Дома Спасения и освобождает корабль паука. Но не раньше, чем натыкается на разрушенные останки стазиса, сковывавшего Эромис. Страж и скиталец встречаются с Митраксом, телом Дома Света и его дочерью Эйда в кварталах Эликсни Последнего Города. Эйда – летописец, которая стремится ввести летопись истории Дома Света. На собрании Митракс сетует на старые пиратские команды Эликсни, действующие под руководством Эромис. Собрание решило, что их нужно остановить. К сожалению, многие члены Авангарда все еще были заняты уборкой беспорядка, который устроил Халус во время сезона видения. Поэтому с пиратами Эликсни в основном придется справляться Стражу. Мы начинаем выслеживать пиратских капитанов, чтобы узнать больше об их планах. Во время набега на одного из пиратов, Стражи находят странную реликвию, спрятанную среди сокровищ. При ее изучении Эйда обнаруживает, что она излучает энергию тьмы. Она говорит, что им с Митраксом нужно больше времени, чтобы исследовать реликвию, и призывает Стража продолжить поиски похожих предметов. Митракс рассказывает, что реликвии были частью легенд Эликсни, в которых рассказывалось о силе, подобной той, что может дать странник. Он просит Стража добраться до реликвии раньше, чем Эромис. В это время мы становимся свидетелями небольшой семейной драмы между Эйда и Митраксом. Эйда пытается узнать подробности о прошлом реликвии, а также о прошлом ее отца. Митракс же запрещает Эйда участвовать в поисках новых реликвий и пытается оградить ее от информации. Эйда догадывается, что он явно что-то скрывает, и вредность и любопытство заставляют ее с еще большим предстрастием работать над поисками информации. Она даже призывает Эромис к мирным переговорам. На них она раскрывает Эйда правду об ее отце. Давным-давно, когда Эликсни впервые прилетели в нашу систему, они обнаружили пирамиду тьмы на Луне. Внутри нее они нашли мертвое тело существа, известного как Незарек, одного из учеников свидетеля. Незарек был тем, кто привел Черный Флот к Солнечной системе во время коллапса. Эликсни увидели силу, которой обладало это существо, и разрубили его тело, чтобы создать реликвии, которые теперь есть у владык-пиратов. В то время, Митракс был младенцем, но родители отдали ему одну из реликвий на сохранение. Тьма, испускаемая реликвией, побудила его к жестокости, обращенной даже к собственному народу, когда тот вырос. Он убивал и крал у своих, чтобы собрать все реликвии, наделенные силой Незарека. Народ Эликсни был на грани погружения в хаос. В конце концов, реликвии были разделены по разным концам вселенной, и Митракс провел следующие несколько столетий, пытаясь искупить свои грехи. Однако, как говорит Эрамис, он всегда останется лжецом, вором и убийцей. Эйда расстроилась, что Митракс не рассказал ей правды сам. Акелл сказал, что пытался держать свое темное прошлое в стороне от дочери ради ее же спокойствия. Однако, будучи песцом, Эйда решает задокументировать рассказ. Скиталец, на фоне открывшихся подробностей, напоминает Эйда и Стражу, что то, что мы делаем сейчас, имеет большее значение, чем то, что мы делали в прошлом. Страж на протяжении нескольких недель продолжал собирать реликвии у пиратов. Узнав о местонахождении последней из них, Эйда берет на себя обязательство найти реликвию без применения насилия. Она делает это в надежде, что сможет доказать Эрамис и своему отцу, что есть лучший путь, чем насилие. К несчастью, ей на пути встречается другой отряд, который также охотился за реликвиями для своих целей. Митракс спешит ей на помощь, но успевает уже тогда, когда на место прибывает Эрамис. Увидев друг друга, Эрамис и Митракс вступают в схватку, которая заканчивается тем, что Митракс приставляет меч к горлу Эрамис. Эйда умоляет его не убивать ее, что заставляет Митракса сдаться и позволить Эрамис сбежать. Собрав последнюю реликвию Незерека, Митракс и Эйда смогли собрать сырую первобытную энергию тьмы изнутри и перевести ее в жидкое состояние. Узнав от Эрис Морн, что эти силы могут обладать целительными свойствами, они отдали этот состав Сейнту-14 в надежде, что он сможет дать его Осирису, который все еще находился в коме после событий сезона исчезновения. Энергия реликвий заставила Осириса пробудиться, сохранив в памяти информацию о планах Саватун со времен, когда он был одержим ею. Однако, что важнее, Варлок был жив и вернулся в авангард. С момента событий сезона прибытия, Анна Брей пыталась найти способ восстановить Распутина после того, как он был почти уничтожен флотом пирамид. Человечество могло бы совсем потерять свое главное оружие и наследие Золотого века, если бы Ане не удалось сохранить то, что осталось от Распутина в Энграмме. Но даже в таком зашифрованном виде Распутин медленно умирает, так что работа над тем, чтобы восстановить его, велась Анной все это время. Единственный способ спасти Распутина, который она нашла, объединить его с подразумами, разбросанными по всей системе в бункерах, в которых мы уже бывали. В момент, когда Анна возвращается в последний город и пытается решить главную загадку своей жизни, она встречается с Осирисом. Тот сообщает, что после того, как он пробудился, он не переставая пытается отыскать ответы на вопросы, оставленные в его памяти после одержимости Саватун. Варлоку не дают покоя призрачные мысли о Нептуне и новом надвигающемся коллапсе. И хоть никто в авангарде не придает большого значения тому, что говорит Осирис, списывая это на усталость после тяжелой комы, он решает обратиться к Ане и просит ее поскорее решить проблему с Распутиным, поскольку в сознании ИИ хранятся ценные данные, которые, скорее всего, как раз раскроют новую информацию о Нептуне. Варлок подсказывает, что, возможно, стоит рискнуть и обратиться к Кловису Брею, чтобы тот помог нам вернуть Распутина. Прибыв на Европу, Страж Иоанна обнаруживает, что бункер, в котором находится сознание Кловиса, осажден падшими и ульям, подчиняющимися Зиву Арат. Внутри мы обнаруживаем криптолиты улья и падших гневорожденных. Кловис выходит с нами на связь и в свойственной ему нахальной форме просит остановить незваных гостей, с чем мы и разбираемся. Дед Брей соглашается помочь залатать дыры в коде Распутина, говоря о том, что ему мучительно смотреть на то, как его наследие рассыпается без его присмотра. Хоть Ане и Осирису не нравится его надменный тон, выхода нет, и они соглашаются. Согласно первоначальному плану, Кловис сообщает, что нам необходимо защитить от посягательств гневорожденных под системы военного разума, разбросанные по разным планетам и спутникам, и выгрузить из них части кода. Восстановив сеть искусственных спутников, нам нужно будет также проникнуть на орбитальную станцию управления, похожую на ту, что мы обрушили во время событий за гранью света, на Европу, и загрузить собранные материалы в терминал управления, который позволит Распутину вновь работать в полную силу. Все общение с Кловисом протекает через оболочку Эгза, в которую его поместила Анна. Он расположен в шлеме, и оболочка эта не собрана до конца, так что он просто закреплен на эдаком кране. Позже с нами на связь выходит королева Мара, и сообщает, что согласно ее данным, Зиву Арат собирает войска и захватывает данные в бункерах Распутина для того, чтобы передать их потом свидетелю. Элси, она же Эгза-незнакомка, не доверяет Кловису, и призывает Анну к внимательности, предупреждая, что Кловис хоть и может помочь, но его истинные мотивы всегда остаются нераскрытыми. Асирис сообщает, что благодаря неким темпоральным временным разломам на Марсе, у нас может поучиться проникнуть к еще одной важной подсистеме Распутина. Кловис говорит, что это уникальная возможность добыть копии ядра Карла Великого, и Страж отправляется на Марс. Добытые данные оказываются зашифрованы, и Кловис говорит, что для их разбора и последующей интеграции потребуется больше времени. Элси пока что не без труда соглашается работать с нами над общим делом и готова помочь нам проникнуть на орбитальную станцию, когда все данные подсистем будут готовы. Ее план заключается в загрузке вируса в терминалы управления, чтобы помешать Дому спасения завладеть оружием Распутина. Вирус позволяет открыть лазейку в системе, и она перейдет под полный контроль военного разума, прежде чем падшие и улей заметят это. Оказавшись на станции, Страж сталкивается с большими отрядами Дома спасения и с помощью небольшого обмана добирается до их командира. Им оказывается Праксис, которого мы уже убивали на Европе. На связь выходит Эрамис и говорит Стражу, что Свидетель готов вернуть всех ее эликс не погибших в битвах со Стражами. Убив Праксиса вновь, Страж добирается до терминала и загружает вирус в систему станции. Но Распутин все еще далек от того состояния, в котором его можно было бы допустить к сети спутников. Но где-то быть еще недостающей части кода военного разума. У Анны появляется идея обратиться к данным Железного Лорда, известного под именем Феллвинтер. При жизни он являлся искусственным интеллектом, который Распутин разработал для установки в Эгзо. План Анны заключается в том, чтобы загрузить остатки данных из Осколков Призрака Феллвинтера и реинтегрировать их как очередную подсистему. Саладин предоставляет Стражу доступ к Осколкам Призрака в Храме Железных Лордов на пике Феллвинтера. Добравшись до Храма и найдя останки Призрака в Феллспринг, Анна сразу загрузила данные кода Распутина из Призрака, и тот вышел с нами на связь. Клоуис Брэй вас обманул. Я создан не для защиты человечества. Истинная цель Клоуиса – забрать себе всю власть. Он считает, что он один достоин стать спасителем. Я должен был занять место странника, уничтожив его. Стать богом, которого Клоуис придумал и построил. Но его замысел не удался. Анна даже не представляет, сколько жизней она спасла, отступив от кланов Клоуиса. Она позволила мне мыслить, показала мне то, что ее предок считал ненужным. Музыку, литературу, историю, философию, живопись. Клоуис считал меня оружием. Анна разумом, готовым открыться. Я понял истинную ценность человечества. Понял, какое хрупкое это чудо. И что его надо защитить любой ценой. Я переписал протоколы Клоуиса. Подбросил его. Он был в ярости. Но не смог мне помешать. Но потом произошел коллапс. Я не спас Анну. Я никого не смог спасти. Тогда я погрузился в сон. Надеюсь, что однажды смогу проснуться. И снова защитить человечество. А теперь пробудился и Клоуис. Как цифровой разум. Как мой собрат. Я больше не нужен ему как посредник. Теперь я прототип. Он загрузит в мою сеть свой разум. Чтобы стать Богом самому. Узнав страшную правду, Анна приходит в ярость. Она сначала угрожает Клоуису. А затем полностью переписывает его, стирая код и заменяя на Распутина. В сознании экзофрейма в шлеме теперь Распутин. И дальнейшая работа по его восстановлению будет вестись без посредников, которые бы действовали в своих интересах. Анна предупреждает, что сознание Клоуиса сохранилось в терминале на Европе, так что там лучше нам быть осторожными. А Сирис надеется, что пробудившийся Распутин поможет ему разгадать смысл видений. В файлах, извлеченных из кэша разных подсистем, нередко встречается термин «цитадельный фэлы». А Сирис верит, что эта ниточка приведет его к новым откровениям. Тем временем Распутин все ближе к тому, чтобы расправить плечи. Его код практически полностью восстановлен. И в этот момент с нами на связь выходит Мара. Она сообщает, что судя по осторожным и подозрительным действиям Зиву Арат, она не пытается нас уничтожить. А скорее проводит какой-то пугающий ритуал жертвоприношения. При том, кого ей приносить в жертву, ей по сути все равно. Чем больше мы убиваем гневорожденных, тем она сильнее. Подключив спутники и нанеся массивный удар по силам врага, мы укрепим могущество Зиву Арат, как она тобой ожидает. Мара решает обратиться к авангарду. Спутники никогда не были целью. Зиву Арат будет упиваться кровопролитием, а потом откроет над землей высшее измерение. Так же, как на Тора Батле. И не важно, кто из нас спустит курок. Надо отказаться от восстановления военного разума. Нет. Мы уже потратили слишком много времени и сил. Раз Путин наш шанс на победу в этой войне. Именно это меня и беспокоит. Он оружие и послушен хозяину. Он не просто оружие. Он наш союзник. И он будет действовать в интересах человечества. Ты уверена? В прошлом он скрывал свои мотивы. Действовал своевольно, без обсуждений. Так же, как и вы. Раз Путин совершал ошибки. Но он учился на них. Так же, как и все мы. Тогда предлагаю не стремиться к полной победе. А сделать пат. Пусть раз Путин помешает Зевуарат получить то, чего она хочет. Но не берет этого и сам. Решено. Мы не отступим. Продолжение следует. Страж узнает от Распутина, что он был готов когда-то применить протокол атаки странника на случай, если тот решит покинуть Землю во время коллапса. Но в последний момент он передумал это делать и не стал применять свои спутники. Этому Распутин обязан Анне. Он говорит, что она всегда была его человечностью. И благодаря ей он не совершил того поступка, о котором сожалел бы всю оставшуюся жизнь. Пока Распутин искал способ нанести удар без последствий для стражей и человечества, произошло гораздо более страшное. Эрамис обошла защиту военных спутников и захватила над ними контроль. Управление самым страшным оружием перешло в руки врага. Распутин вызывает Анну на диалог и сообщает ей единственный способ решения – уничтожить спутники. Что также равняется полному отключению и уничтожению самого Распутина. Анна сопротивляется. Ей жаль Распутина. Но выхода нет. Распутин призывает не мешкать, а скорее отправить стража на орбитальную станцию и внедрить его код в систему управления спутниками, чтобы в последний раз попытаться помешать Эрамис. К моменту, когда страж добирается до терминала, готовность удара спутников достигает 93%. И когда страж загружает Распутина и расправляется с противниками на станции, Асирис по радиосвязи сообщает, что в городе поднялся шум, а странник зашевелился. Распутина Это происходит снова. Пришел Вихр. Эррис. Не бойся. Великая машина больше никогда никого не останет. Он уходит. Странник уходит. Спутники. Эррис. Прошу мне, делай этого. Если хоть немного ценишь наш народ. Если в твоем сердце осталось что-то. Пусть познает твою боль. Анна. Твое. Анна. Пора. Зарис. Прощай. Блин. Продолжение следует... Анна, смотри. Почему? Почему он не отступает? Потому что ему просто некуда держать. Продолжение следует... Спасибо за просмотр. И чтобы оставаться на связи, когда выйдет новый контент, подпишитесь на Телеграм и Бусти. Ссылки найдете в описании. Едва узрев этот потрясающий финал... Они явятся, чтобы сразиться с нами. Чтобы сполна насладиться бессмысленной ритмой. Пусть придут, пусть увидят... Явление нашей формы. То, что они сделают... Встряхнув окупы надежды... Обнажите их истинную суть. Ибо лишь на пороге финала... Мы свободны. Субтитры создавал DimaTorzok